Салют, братишки, стрелки, микрофонаместерки, и добро пожаловать в GTA 5! Три с лишним года назад я стоял на этом же месте и устраивал один из своих первых экспериментов в GTA 5. Мы пытались на огромном тяжелом грузовом поезде перелететь через этот мост. Да, звучит невероятно, типа как поезд может пролететь через мост, но забегая вперед скажу, что у нас почти получилось. К сожалению, грузовой поезд сам по себе очень тяжелый, и он не может разогнаться на скорости больше, ну, 100 км в час условно. Но сегодня, спустя три года, я решил повторить этот эксперимент, но с поездом побыстрее. А если точнее, то с вот этим вот скоростным красавцем Шэн Кан Сеном, который едет со скоростью 350 км в час. А когда мы сядем в него, он сможет разогнаться и до 1200 или даже выше. Черт, мне даже страшно представить, что произойдет. Я чувствую, сегодня мы отправим поезд прямиком на Солнце или на Марс, или еще куда-нибудь. Так или иначе, эксперимент получится наверняка гораздо интереснее. Ну и в первую очередь, нам нужно поставить здесь трамплин. Их в GTA 5 очень много разных форм, разных мастей. Но я, наверное, начну с вот такого. Он не слишком вертикальный, под хорошим углом. Сколько здесь, наверное, градусов? 30, я думаю. И по идее, если поезд заедет на трамплин, он должен будет перелететь, разумеется, мост. А может быть даже и приземлиться обратно на эти железнодорожные пути. Хотя, учитывая, что здесь железная дорога уходит немного под угол, вероятно, он полетит куда-то туда. Но это мы с вами сейчас все и посмотрим. Вы меня уже давно просили поставить перед скоростным поездом такой трамплин. И, наконец-то, руки у меня дошли. Поэтому не забудь поставить свой зверский лайк и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. Также приглашаю тебя вступить в мою группу ВКонтакте, ссылочка из описания. Там мемчики, новости и другие важные новости, которые нельзя пропускать. А мы же с вами занимаем позицию и ожидаем скоростной поезд, чтобы в него залезть. Делать это будет непросто, но у меня для этого припасен слоу-моушен. Смотрите, как там замедлились машины. Так что мы сможем как следует понаблюдать и насладиться этим полетом. Начнем мы со скорости 300 км в час. Если все пройдет успешно, то повысим до 600, а потом и до 1200. Хотя, если все будет проходить успешно, то мы, может быть, и 2000 км в час попробуем развить на этом поезде. Но вы сами понимаете, что так быстро не летают даже самолеты. Это быстрее скорости звука. Он приближается, замедляем скорость и пытаемся в него запрыгнуть. Даже с замедленной скоростью, смотрите, как быстро он мимо нас проезжает. Это жесть. Кстати говоря, это поезд Шенкан Сен. Японский поезд. Такие курлы лесят там между городами на очень больших скоростях. Его рекорд это 700 км в час напрямую. Ну а так он развивает 250-350 км в час. В общем, машина быстрая. Лучше перед ним не вставать. Мы же его сейчас разгоняем до 300 км в час. Главное, чтобы не сошел с рельс раньше времени и направляемся к этому трамплину. Здесь главное вовремя свести его с рельс, чтобы он на этот трамплин заехал. Потому что если мы хотя бы чуть-чуть опоздаем, то все будет провально. Обалдеть! Куда мы полетели? Это жесть просто! Сколько мы метров пролетели? Вы видели, как высоко мы подлетели? Вы прикиньте, если этот поезд разовьет скорость в 1000 км в час. Он ведь, наверное, взлетит выше самого высокого небоскреба в Лос-Антосе, Мейсбэнк. Мы пролетели оттуда, вон там, где-то находится этот мост, прямиком досюда. Жесть! Честно сказать, я такого даже близко не ожидал. Это превзошло все мои ожидания. Вагоны просто разлетелись. Хотя некоторые просто финдюрились сюда и застряли здесь теперь. Ну что же, отлично! Мы теперь знаем, на что способен этот скоростной поезд. Наспособен он действительно на многое. Я предлагаю сейчас, когда мы будем разгонять его до 600 км в час, поставить более вертикальный трамплин. Потому что, ну, очевидно, что мост мы пролетели без проблем. Уже челлендж фактически выполнен. Меня сейчас больше интересует... Оу! Тихо-тихо-тихо! Он промчался прямо через этот поезд. Капец, он разлетелся! Вы поглядите, как далеко отлетел последний вагон. Фух! Так вот, меня сейчас больше интересует, как высоко этот поезд сможет взлететь. Вот про этот трамплин я говорю. Он нас подбрасывает на... Фактически под вертикальным углом в 90 градусов. И мы должны будем полететь прямиком наверх. И так... Начинаем вторую попытку Франклин! Ха-ха-ха-ха! Пипец, это так круто выглядит на самом деле. Я не использовал до этого слоу-моушен, но в этот раз я про него не забуду. Окей, я специально отошел подальше 600 км в час. Наша текущая задача. Это не максимальная его скорость, но, опять же, опасно. Опасно, чтобы он не сошел с рельси. Все-таки такие скорости на поворотах, это просто безумие какое-то. Разойдитесь все. Разойдитесь. Так, давай, 590, 600. Все, наша цель достигнута. Посмотрим, что сейчас произойдет. И так, мы взлетаем. Ха-ха-ха-ха! Блин, задний вагон меня... Мы сейчас сальтуху сделаем, получается. Слушайте, вертикальный трамплин, это, конечно, прикольно, но задний вагон меня замедлил. Такое ощущение. Мы сейчас улетели даже хуже, чем в предыдущий раз. Скорее всего, это из-за вертикального трамплина. Потому что мы подлетели вверх, не очень высоко, к сожалению. А все остальные вагоны, они даже остались на железнодорожных путях и не пролетели дальше. Это странно, давайте повторим попытку. Также мне кажется, что там просто-напросто не хватило скорости. 600 км в час маловато для вертикального запуска нашей ракеты в космос. Будем разгонять сейчас поезд до 1200 км в час. И уже точно посмотрим, реально взлететь вертикально выше самого высокого небоскреба в Лос-Антесе или же нет. Итак, мы снова здесь, начинаем наш разгон. Теперь поезд стал еще быстрее разгоняться. В первую очередь, потому что мы уже едем со скоростью 700 км в час. Это жесть, я успею его разогнать до нужных скоростей. Мне бы его еще с рельс вовремя свести. Так, 1100, 1200, ладно, все, сводим с рельса. Пипец, все, это вся его остановка, что ли? Да, это слишком быстро, ребят, слишком быстро. Он проехал трамплин насквозь и даже толком не сошел с рельс. Я думал, он хотя бы разлетится, но нет. Он как будто просто остановился и отошел на бочок поспать, отдохнуть. И снова мы разгоняем этого монстра до космических скоростей в 1200 км в час. Это, чтобы вы понимали, быстрее любого пассажирского самолета. Они максимум летают скоростью 800-900 км в час. Наверное, даже равносильно истребителю, но только истребителю на железной дороге. Окей, сейчас главное все сделать правильно, поэтому я сразу активирую... Оооо... Что? Погоди! Погоди! Это не то, чего я ждал! Почему ты остановился? Блин, ребят, кажется, 1200 км в час это непосильная скорость для, ну, этого поезда или этой модификации. Потому что на такой скорости, когда мы его сводим с рельс, он, как видите, просто резко остановился. Чувак, ну ты меня расстроил! Я планировал лететь на Марс, а ты мне обломил всю космическую программу. Еще и опрокинулся на бок. Окей, тогда я предлагаю нам установить трамплин-спираль. Вы только поглядите, что это за монстр здесь такой. Поезд заедет на большой скорости сюда, сделает петлю и поедет куда-то там дальше. Ну, скорее всего, это в мои планы, по крайней мере, входит. А как окажется, на самом деле мы сейчас и узнаем. Ох, черт! Это было неожиданно! Это было очень неожиданно! Но разгонять мы его будем только до 300 км в час, потому что скорости выше, они уже становятся непосильными. Между прочим, если вам уже нравится этот эксперимент, то в следующий раз мы противопоставим этому скоростному поезду танки, огромные самолеты и другие машины. Расставим их на железнодрожных путях и запустим этого вот этого вот монстра на такой же большой скорости. Что произойдет в этой ситуации? Мне даже страшно представить. Видите, что происходит с поездами, которые встают на его пути. Так что, если поставить обычные машины, скорее всего, эффект будет даже серьезнее. Ладно, давайте не 300, давайте 400 км в час. Я думаю, это будет золотая середина для всех нас. Знаете, на фоне 1200, это даже уже не кажется какими-то космическими скоростями. Оу, я вижу трамплин. Я вижу трамплин, начинаем сводить поезд с рельс. Оп! А что? Получилось! В принципе, получилось, мы пролетели. Он, конечно, слишком длинный, на самом деле, для этого, для этой спирали. Он не может просто, вот знаете, заехать и проехать ее. Он длинный засранец. О, кажется, в этот раз пожарные соизволили приехать на эту железнодорожную катастрофу. С двух сторон прислали машины. А что вы в прошлый раз это не приезжали? Мы здесь уже весь день колбасимся. А вы приехали только сейчас. Наверное, не до последнего вы не могли поверить, что здесь поезда сходят с рельс и пытаются подлететь на трамплинах. Но вы, ребятишки, там поаккуратнее. Сейчас другой поезд поедет и разнесет здесь все ко всем чертям. Ну и последний эксперимент на сегодня я хочу устроить прямо в Лос-Антосе, поставив трамплин перед этим туннелем. Поезд, конечно, в пустыне красиво полетел. Но если мы уже знаем, что 300 км в час для него предел на трамплине, я имею в виду, по крайней мере, то здесь он должен был взлететь еще красивее. И посмотрим, как далеко он пролетит. Ох, давай-давай-давай, садись, Франклин. Еле-еле чуть не упустил этого красавчика. Давай. Оп, все, отлично, мы внутри. Ну что же, 300 км в час. Давай, покажи свою мощь. В городе, конечно, любоваться на такую скорость это отдельное удовольствие. 312. Давайте 350. Я думаю, это будет нормально. Не сходи с рельса, аккуратно. Это было очень близко к тому, чтобы он сейчас сошел с рельса раньше времени. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Черт, я немного раньше его свел с рельсы. В результате он сам взлетел вверх и сделал еще красивые кулырки. Но это было не совсем то, что я планировал. Давайте, ха-ха-ха. Давайте еще раз попробуем. Теперь здесь, на этой улице, большая свалка вагонов скоростного поезда. Они запланили все, перекрыли все дороги. Итак, снова разгоняем его до 300 км в час. Главное сейчас все сделать. У-у-у, извини, извини Нельзя вставать перед скоростным поездом Главное, как я уже много раз сказал, сделать сейчас все правильно Вижу трамплин, вижу цель Осталось только свести этот поезд с рельс Давай! А что же ты будешь делать? Что там за кочка такая? Не похуй, я пролетел Чуть-то на этот мост не приземлился О-о-о Блин, перед этим трамплином какая-то кочка Которая меня подбрасывает сама по себе Ну ладно, будем считать Что наш эксперимент удался Давайте подводить итоги Что мы узнали? 1200 метров в час Это, конечно, быстро Но, к сожалению, модификация Или сама игровая механика Не позволяет забросить на трамплин поезд На такой скорости Он резко начинает останавливаться Поэтому взлететь в космос Улететь на Марс у нас не вышло Зато вышло красиво полетать на трамплинах И самое главное Мост мы перелетели, друзья Мы не только мост перелетели Мы еще и половину Лос-Антоса перелетели Так что за это зверский лайк обязателен Вступай в мою группу ВКонтакте Подписывайся на канал, если ты еще не подписан И смотри мои другие видосики по GTA 5 Спасибо, что посмотрел это видео до конца А у микрофона был мистер Кей Хорошего тебе настроения Удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok